Иван Жилиостов, Первый снег Валентин Кукуйцев, Северная деревня Юрий Овчинников, Дети Собиратель этой музейной коллекции дар, бывший педагог детской художественной школы номер 5 Нина Павловна Туренина, совсем недавно ушла из жизни, в 2017 году. Наша передача посвящается ее памяти. Можно назвать более 50 омских художников, чьи работы находятся в запасниках школьного музея. Это целые династии художников. О них поведет рассказ педагог детской художественной школы номер 5 и хранитель музея, методист Светлана Александровна Молчанова. В фонде нашего музея есть работы Кукуйцева Валентина, заслуженного художника России. Это работа 1963 года «Екатериновка». Работа выполнена в технике «Масляная живопись». У нас работы есть великих художников нашего города. На сегодняшний день коллекция нашего школьного музея «Дар» насчитывает более 200 творческих произведений. Живописи, графики, иконописи, декоративно-прикладного искусства 51-го омского художника. Мы очень рады, что в нашей коллекции есть работы известных художников нашего города. На нашей выставке мы можем увидеть работы Белова Кондратия Петровича, работы Солодухина Ивана Васильевича, Третьякова Николая Яковлевича, Тимофеева Валерия Валентиновича, Баймуханова Герман Султановича, Санина Игоря Александровича, Молодцовой Августы Александровны, Семенова Владимира Григорьевича. И последняя, подаренная нашему музею, дар – работа Машанова Андрея Николаевича «Афорт». Это работа из серии «Древнерусские мастера». Наша задача – сохранять и пополнять коллекцию музея «Дар». И чтобы наши учащихся могли видеть эти подлинные произведения и учиться на них. Да, для воспитанников есть возможность учиться на подлинных произведениях омских художников благодаря созданному Ниной Павловной Турениной школьному музею «Дар». Необыкновенная жизнь. Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидия и Гомера всегда будут помнить. Антон Павлович Чехов Мы побывали в учебных классах детской художественной школы номер 5. Урок в живописи – класс педагога Анастасии Васильевны Терсковой. Учебный класс одновременно является и выставочным залом. Окна класса выходят в сад. На дворе ноябрь. Довольно скучная пора, но в пейзажах учеников краски горят и звучит музыка зимы. Шаг шагнешься порог всюду иний, а из окон порог синий-синий. Один из учеников выполняет копию картины «Февраль» Ивана Солодухина. И у него получается не без помощи преподавателя. Анастасия Васильевна – выпускница этой школы. После окончания факультета искусств Омского государственного педагогического университета преподает в родных пенатах. Анастасия Васильевна Терскова – кандидат в члены Союза художников России. Задания выполняют ученики самые разные. Портрет, пейзаж, копии. А в этом классе «Зимние фантазии» – тема урока педагога Татьяны Сергеевны Шмаковой. Опытные педагоги дают возможность учащимся раскрыть свои способности и создать маленькие шедевры. Появляется зимний сюжет – зимняя рябина, на которую слетается птица. Акварель. Такая текучая, но дети усердно стараются. Это дипломная работа учеников Татьяны Сергеевны. Зима пришла. Праздник у елки. Творческие работы учащихся хранятся в детской художественной школе номер 5 и в собраниях Омских музеев, Либеровцентр, Искусство Омска и других коллекциях. Старшая группа. Четвертый класс. Тема урока – портрет. Педагог Наталья Игоревна Дубовицкая помогает своим ученикам выполнить серьезные задания. Мы видим, как рождается портрет. Ученики с натуры рисуют друг друга. Еще в работе – автофортрет. Следующий шаг – перевоплощение образа. Княжеский наряд. Цвет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений, милого лица. В учебный процесс включены авторские программы преподавателей. Дети изучают батик, гобелен, керамику. Согласитесь, очень ценные умения. Таких умений хватит на всю жизнь. Не помешает овладеть техникой вышивки. Тема урока педагога детской художественной школы номер 5 Анастасии Юрьевны Спириной – вышивка крестом. Это своеобразный оберег. На различных элементах одежды. И не только. Пока ученики третьего класса выполняют фрагменты большого задания. Но скоро они соберут красивый, дружный лист. Свои умения, навыки выпускники школы продолжают развивать. А знания углублять, поступая в ВУЗы. Свои работы воспитанники дарят родной школе. Но и педагоги пополняют коллекцию своими произведениями. Об этом рассказывает Светлана Молчанова, хранитель музея ДАР. Один из залов посвящен нашим художникам-преподавателям. Мы можем увидеть здесь работы преподавателей Терсковой Анастасии Васильевны, Прокопьева Владимира Алексеевича, Журиковой Татьяны Леонидовны, кандидата педагогических наук, кандидата в члены Союза художников России. Работы здоровой Людмилы Николаевны Ивана Орлики, это хост на картоне «Масло». Репьяхта Татьяна Юрьевна, железнодорожная больница «Сепия», «Сангина». Работы Соболевой и Лены Викторовны «Осенний этюд», выполненная в технике «Масляная живопись». Коллектив педагогов щедро делится своими знаниями, помогает каждому ребенку открыть для себя мир прекрасного, развить художественно-творческие способности и пронести увлеченность искусством через всю жизнь. Вот что говорит о школе, педагогах, учениках директор Сергей Юрьевич Федоров. Особая ценность школы – это наши преподаватели, наш замечательный коллектив, который за 25 лет превратился из такого сплава опыта, мудрости и молодости, и творчества. Как-то так быстро время промелькнуло, пронеслось. Не успели заметить, как наши учащиеся стоят маститыми художниками, выставляются в престижных выставочных залах. И особо радуемся мы, когда наши выпускники приходят к нам в школу работать. И этот процесс продолжается, и я надеюсь, это будет продолжаться бесконечно долго. Ученики нашей школы учатся в стенах школы 5 лет, затем продолжают обучение в других учебных заведениях. Работают ученики наши и преподаватели не только делают изобразительные холсты, но также и работаем мы в декоративно-прикладном искусстве. Значит, мастерская керамики у нас есть в школе, где с удовольствием наши учащиеся познают секреты керамического мастерства, делают замечательные изделия из глины, которые затем обжигаются, покрываются глазурью, делается майолика. Майолика. Полюбуемся поделками из глины. Нельзя не заметить их художественную красоту. Каждый из фигурок притягивает внимание. Стилизованы игрушки под знаменитые русские промыслы. Но были выполнены работы к юбилею. Это сувениры на 25-летие детской художественной школы номер 5. 25-летие школы Байла у нас отпраздновано в мае месяце, 19-го числа. Мы открыли хорошую и замечательную выставку, ретроспективную, в Доме кино в Департаменте культуры. Показали все свои лучшие работы за многие годы. Следующее знаменательное событие – это 20-летие нашего музея, музея ДАР, который также проходит выставка в стенах школы. Представлено все самое лучшее, все самое ценное, накопленное за долгие годы. Замечательные работы великих наших омских земляков, омских художников. Мы получили приглашение на выставку «Источник вдохновения», посвященное 20-летнему юбилею Школьного художественного музея ДАР. 10 ноября в 16.00 состоялось торжественное открытие. Экспозиция воссоздает примечательные события того времени – живую атмосферу тех лет, нет воспоминаний. Чувствуется в целом колоритный образ омских художников, их самобытный склад, здоровитость, большое мастерство. Недаром детскую художественную школу номер 5 называют «островком культуры» Амурского поселка города Омска. В зале много учеников, прибывают гости, официальные лица, деятели культуры, художники, тесно сотрудничавшие со школой на протяжении этих 20 лет. Открыл юбилей директор школы Сергей Юрьевич Федоров. 20 лет назад началась история нашего музея. Начала эту историю один очень замечательный человек, наш бывший коллега, который, к сожалению, ушел из жизни, Туренин Анина Павловна. Предложила название музея назвать «Да». Мы, конечно же, все с радостью согласились. И дело это, то дело Туренина Анина Павловна, продолжает ее дочь, Светлана Александровна Молчанова. Светлана Александровна. 20 лет школьному музею «Да». Людьми, любящими искусство, умеющими дарить и радовать своими произведениями всех нас и будущие поколения. И такой была и останется в нашей памяти Нина Павловна Туренина. Ученики подготовительного класса Евгения Туренина, Хруцкие, Миша и Данил и ребята старших классов от лица школы дарят цветы и сувениры виновников юбилея, читают стихи. На юбилею выступил заслуженный художник России Иван Иванович Жильостов. Он дарит музею свои произведения из серии «Омская революция», «Советская власть в Омске», «Жертвы марьяновских боев» и «Пастель под вечер». Собравшаяся публика поддерживает аплодисменты выступающих. На церемонии открытия выступили гости с поздравлениями. Омский фотограф Сергей Геннадьевич Калистратов. Он был одним из первых преподавателей детской художественной школы номер 5 и поэтому всегда приходит на выставки школы. То есть творчество, оно может быть везде проявляться. Просто для нашего человека. Бабикова Татьяна Васильевна – искусствовец. Все поздравляю с тем, что… У меня это все, даже те места, которые когда-то были для тебя знакомы, это и для родных. Паина Ивановна Клицова многие годы курировала школу и сегодня от души поздравляет своих друзей. Взяла слово Яковлева Алена Витальевна, секретарь Омского отделения Союза художников России. От Омской городской общественной организации «Содружество» поздравила с юбилеем Мельникова Валентина Николаевна. Что здесь чудо, это музей, настоящий музей. Мы поднимаем вас, папы. Поздравила юбилеем Мельникова Оксана Константиновна Нижемина, главный специалист Департамента культуры по работе с детскими художественными школами и школами искусств. Я очень рада, что сегодня мне предоставлено право поздравить педагогический коллектив, администрацию, коллектив обучающихся и родителей детской художественной школы номер 5 города Омска с такой знаменательной датой, удачной датой, что сегодня у них исполняется 20 лет с момента создания школьного музея при детской художественной школе номер 5. Я считаю, что для всех получателей образовательной услуги 5-й художественной школы большая удача, что дети имеют возможность прикоснуться к живому творчеству настоящих художников, омских художников. И, положа руку на сердце, это единственная школа в системе подведомства Департамента культуры, которая имеет такой полномасштабный музей, пришкольный музей. И я думаю, что Департамент культуры администрации города Омска всячески будет поддерживать дальнейшее развитие этого музея. Аура здесь необыкновенная. Желаю, чтобы эта аура еще усиливалась, чтобы художники чувствовали, что сюда необходимо попасть и в выставки, и в музей. Дети с любовью окружают заслуженного художника России Ивана Ивановича Жилеостова, чтобы успеть взять на память автограф. А мы взяли интервью. Ну, каждая выставка, она обычно заканчивается чем? Подарками. Поэтому дарил работы свои. Вот сегодня я посчитал нужным подарить три работы. Одно пастель и два графических листа, связанных с Омской революцией. Сейчас проходит юбилей Великой Октябрьской революции. К ней относятся по-разному, но я считаю, что мы, если откажемся от этого события исторического, очень много потеряли само государство Россия. Мне кажется, что идея была замечательная, просто нам не хватило терпения ее воплотить в жизнь. Это очень жаль. И я думаю, что через какое-то время все равно, наверное, люди вернутся к этой замечательной идее. Мы рады, что на нашем юбилее художники нас не забыли и пришли к нам с новыми творческими произведениями, которые были подарены нашему музею даров. Мы очень благодарны им за их щедрость, душевную доброту, за то, что они умеют дарить и радовать всех нас своим творчеством. И я думаю, грешная, но о кем же я был, что я в жизни поспешно больше жизни любил. А любил я Россию, всею кровью, хребтом, ее реки в разливе, и когда подо льдом, дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее пушки на стенку, и ее стариков. И надеждаю маюсь, помню тайных тревог, что хоть малую малость я рассыпала. Пожелаю, чтобы школьный музей при поддержке Департамента культуры приобрел статус настоящего музея дар с фото на память. С юбилеем! Успехов тебе! Детская художественная школа номер пять. Субтитры создавал DimaTorzok